Разве плохо, потому что я получил за 10 денег, правильно? С этих денег я покупаю себе хороший телевизор, какой мне надо, правильно? И остается плата у меня нормальная жизнь. Сам делаешь, никто тебя ни в чем не регламентирует, и как сработаешь, так жить будешь. Здесь выживать очень просто, здесь работать надо просто. Нам сейчас сложно, потому что мы очень много строим, нам нужно встать на ноги. Имидж фирмы, если так просто выразиться, это надо строить быстро, качественно и дешевле. Мы струляли. Вот в чем наше преимущество, и в чем мы себя чувствуем более уверенно, что мы сами все это создали. Наша фирма, в отличие от всех, значит, работала на развитие. Ведь практически вот уже 6 лет в этом году мы еще почти не получали дивиденды. Все у нас идет на развитие. Вложить-то мы вложили. Ну, теперь надо от всего того, что вложено, надо получить капитальную прибыль, да, чтобы все это заработало на уровне высоком. А на самом деле, в общем, так и должно быть, чтобы заказчик уже только сам вошел и свою мебель занес. Все, кошка впереди пустил. И еще толку, если бы я взял эти дивиденды, ну, прорел, пропил, прокутил, как говорят. А так они у нас сложные, они никуда не денутся. От меня лично зависит то, что, допустим, как будет работать коллектив строителей, понимаете. И тут же, и тем более, как буду работать я, и такое же буду я иметь и материальное, и моральное поощрение. Нет, на что можно еще? На государство надеяться нельзя в наше время. Значит, надеяться можно только на себя. Нам казалось, что рушится вообще весь мир. Рушится весь мир. А вот сейчас работа, я поняла, что если вот все так будут носиться, так будут работать, то мир не разрушится, а наоборот. Ну, престижно в такой фирме, конечно, работать, престижно. Это красиво. Ходить на работу в такой офис, иметь такие условия работы, скажем так, там какие-то дополнительные льготы, ну, конечно, престижно. И кроме зарплаты, мы здесь имеем достаточно много, бесплатные обеды, домой нас отвозят на транспорте, объединение, торговый дом в нашем распоряжении. У нас там у всех есть кредиты, когда мы можем прийти в любое время, купить все без всякой наличности, ежемесячно у каждого там, открыт счет. Ну, когда в магазине есть и деньги есть, вот тогда и проблем никаких нет. Нам все ясно, и нам все понятно. А вот тем, кто на базе старого, им все это очень сложно и непонятно. Поэтому и нас смотрят и не понимают, кто мы такие. Если бы я не был акционер, так, сказал бы, давай мне плати бешеные деньги, давай мои дивиденды туда-сюда, зачем это нужно? А когда акционерное общество, я считаю, что тут концентрируются интересы всех, понимаете, в единую цель. Сейчас в государственных учреждениях что? Тина. Люди бы хотели, но не дают уже ничего. А у нас нет, у нас нет застоя. Мы все вперед двигаемся. Секрет в том, что люди заинтересованы в своей работе. Это вот единственное, я считаю, такой, не секрет, это просто единственный на сегодняшний день, возможно, вариант работы, чтобы люди знали, за что они работают. И чтобы говорили, что там хорошие люди, делают добро, что вот так надо работать, как они работают, так надо жить, как они живут. Редактор субтитров М.Лосева Т.Я. Корректор Редактор субтитров А.Лосева Т.Я. Продолжение следует...